Библейский портал экзегет.ру представляет Что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним Как он вошел в дом Божий, ел хлеба предложения Которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним А только одним священником Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники В храме нарушают субботу, однако невиновны Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы То не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть Господин и субботы, и отойдя оттуда, вошел он в тюнингогу их Вот эти первые слова говорят нам о том, что С самых первых моментов общественного служения нашего Господа Фарисеи следили за Спасителем Следили с той целью, чтобы увидеть что-то В чем можно было бы его обвинить как нарушителя закона И развенчать, соответственно, в глазах людей как истинного Мессию Христос и его ученики начали срывать колосья и есть Ученики ставят им в вину, что они это делают в день субботний По всей вероятности, они ссылались на закон Моисеев Который запрещал или молодьбу в субботу, или же приготовление пищи И вот растирание колосьев, срывание их Вменяется им именно в такие нарушения заповедей Но Христос, понимая, что имеет дело с людьми очень скрупулезно Настроенными на свою праведность, на свою непогрешимость Ссылается на царя и пророка Давида Поскольку Давид был образцом ветхозаветного благочестия Христос приводит пример его и его дружину Именно то, что в свое время Давид нарушил закон Поскольку хребопредложений не мог есть простой человек Могли вкушать только священники и левиты Но если было дело необходимости И Давид нашел возможность все-таки нарушить заповедь Для того, чтобы накормить себя и накормить свою дружину И его считают образцом благочестия Закон не был нарушен Или же Господь говорит, что священники в храме нарушают субботу Ну действительно, труд, который совершали священники В том числе и в субботний день Был очень сложным, трудоемким Поскольку необходимо было бы приносить в жертвы животные Но они не нарушают субботу Несмотря на то, что совершают труд Господь дальше говорит Здесь тот, кто больше храма Сын человеческий есть Господин и субботы Что это значит? Здесь Христос скосренно свидетельствует о себе, как о законодателе Он установил день субботнего покоя Как законодатель этого закона Если законодатель видит, что закон не помогает человеку стяжать праведность На что он изначально и направлялся этот закон А встает препятствие для того, что эту праведность стяжать Законодатель вправе этот закон отменить И очень важные слова, которые мы найдем, конечно, в другом Евангелии Они звучат так, что не человек создан для субботы А суббота создан для человека Следующее событие Оно сродни первому, о котором мы только что сказали И отойдя оттуда, вошел в синагогу их И вот там был человек, имеющий сухую руку И спросил Иисуса, чтобы обвинить его Спросили Иисуса, чтобы обвинить его Можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму Не возьмет ее и не вытащит Сколько же лучше человек овцы И так можно в субботы делать добро Тогда говорит человеку Тому протяни руку твою И он протянул И стала она здорова, как другая Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него Как бы погубить его Но Иисус, узнав, удалился оттуда Второе событие С человеком сухоруким Оно свидетельствует нам Немного о другом Если срывание колоссий в субботу Говорит нам, что человек ради дел необходимости Крайней необходимости Может нарушить закон То это событие Это чудо исцеления сухорукого Свидетельствует нам о том Что человек делами милосердия В праве нарушать день субботнего покоя Как это можно объяснить? В данном случае Господь говорит, что человек Лучший овцы Можно в субботу делать добро Именно делание добра и призывает нас Совершать в дни субботние В дни воскресные, лучше сказать В церкви Наш Господь С другой стороны мы можем вспомнить Ветхий Завет Ведь он заповедовал Верующему человеку Шесть дней делать дела А в день субботнего покоя Приходить пред лицем Господа Не просто отдыхать А являться пред лица Господня Участвовать в богослужении Это было связано по всей вероятности с тем Что человек в течение шести дней Растрачивал дар жизни Силы жизненные И должен был В день субботнего покоя Представ пред лица Господа Обратившись к Богу Как к источнику жизни Вновь получить эту жизнь Так если Господь Сам предназначает нам День субботнего покоя Для того, чтобы мы получали жизнь На последующие добрые дела То, наверное, здесь в этом деле Может участвовать и человек И свои добрые дела В дни покоя Направлять на то, чтобы другим Дать возможность жить Тогда фарисеи, выйдя Имели совещание против Него Как бы погубить Его Вот очень четкое замечание О том, что Христос уже ненавидится Фарисеями И они Это первый год общественного служения Уже решают Предпринимать какие-то действия Меры Для того, чтобы погубить Иисуса Последовало за ним множество народа Он исцелил их И запретил им объявлять о нем Да сбудется реченная Через пророка Исаию Который говорит Сеотарк мой, которого я избрал Возлюбленный мой, которому благоволит душа моя Положу дух мой на него И возвестит народом суд Не воспрекословит, не возопиет И никто не услышит на улицах Голоса его Трости надломленные не переломит Льна курящегося не угасит Доколе не доставят суду победу И на имя его будут убовать народы Евангелист Матфей неоднократно В своем Евангелии Приводит ссылки на ветхозаветных пророков И это не просто ссылки На какие-то подогнанные Под текст места Нет, это есть непосредственно То, что мы бы назвали Мессианскими местами У ветхозаветных иудеев И оттеняя этими пророчествами По сути дела чудеса О которых Матфей только что сказал Он свидетельствует Что на Иисусе сбываются Ветхозаветные пророчества Как об истинном Мессии Но может быть то, что бросается В глаза или бросалось в глаза Конечно, ветхозаветным иудеям Которые видели Иисуса из Назарета Это было не совпадение их учения Мессии С тем учением, которое являл Своей жизнью Спаситель Они ждали великого, сильного, славного Победоносного Царя А Господь был кротким Господь был очень смиренным Человеком Ну, мы скажем, Бога-человеком Который направлял все свои силы Исключительно на то Чтобы каждый человек Имеющий с ним общение Получил возможность и уверенность В том, что и для него Мессия Принес истинное спасение Тогда привели к нему бесноватого Слепого и немого И исцелил его так, что слепой и немой Стал говорить и видеть И дивился весь народ И говорил Все, не это ли Христос, сын Давида? Фарисеи же, услышав сие, сказали Он изгоняет бесов не иначе Как силу Ивельзевула, князя Бесовского Но Иисус, зная помышледних, сказал им Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою Как же устоит царство его И если я силу Ивельзевула изгоняю бесов То сыновья ваши, чьей силу изгоняет Посему они будут вам судьями Если же я духом Божиим изгоняю бесов То, конечно, достигло до вас царствие Божие Вот здесь, в чуде исцеления бесноватого, слепого и немого человека Мы видим, с одной стороны, то, что простецы, народ Уже не сомневается практически то, что перед ними истинный Христос, сын Давидов И на фоне этой веры народной мы видим, что религиозные вожди Всячески пытаются препятствовать народу, верить и раскрывать перед собой Учение о нем, как о мессии Они поносят Христа Они говорят то, что он изгоняет бесов силу Ивельзевула, князя Бесовского Ну, мы говорили о том, что Вильзевул, слово переводится как князь мух И в данном случае мы только удивляемся и восхищаемся смирению нашего Господа Его реакции на такие вот обвинения, на, можно сказать, прямые оскорбления его В данном случае Господь говорит о другом Всякое царство, разделившееся, само в себе опустеет И всякий город или дом, разделившийся, сам в себе не устоит Ну, то есть, очевидно, то, что силу бесовскую Изгнать беса из человека не представляется возможным Надо сказать, что фарисеи, конечно, очень четко понимали Что это дело может быть только дело Божие Но сознательно не хотели принять то, что совершалось перед их глазами Но Господь упрекает их еще и в другом Он говорит их, обвиняет их в предвзятости Ведь на данный момент, когда они обвиняли Христа в том, что он изгоняет силу Ивельзевула бесов Апостолы тоже имели эту власть и тоже изгоняли бесов Но в данном случае, сыновья ваши, чьей силой изгоняют, это как раз об этом Фарисеи не обвиняли апостолов Они обвиняли Христа Поэтому они, то есть апостолы, будут вам судьями Судьями в чем? В их предвзятости, в их нечестии Но если же я, говорит Христос, Духом Божиим изгоняюсь бесов То, конечно, достигло до вас Царствие Божие Вот здесь толкователи обращают внимание на, ну, мы бы сказали вводное слово Конечно, достигло до вас Царствие Божие Но смысл самого предложения, как оно звучит в греческом тексте Такое, то, что Царство Божие или Царство Мессии Наконец пришло, оно явлено Ну, а дальше Христос дает нам очень важные принципы духовной жизни Он говорит, кто не со мной, тот против меня И кто не собирает со мной, тот расточает Надо сказать, что, конечно, в нашей жизни часто встречается нам самим мысль О том, что мы, конечно, не с Христом, но и не против Него Но в данном случае, если мы не с Христом Если мы не совершаем дело своего спасения То мы уже становимся противниками Господу Мы становимся уже с теми, кто может назван быть человеком, носящим Антихристов Дух Посему, говорю вам, всякие грехы хула простятся человеком А хула на Духа не простится человеком Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни всем веки, ни в будущем Ну, вот эти слова, мы видим, дают, конечно, послабление возможности оскорблений со стороны человека Не знающего, кто перед его глазами в адрес Христа Да, это простится человеку по неведению ему Но хула на Духу не простится человеку ни всем веки, ни в будущем Что это значит? Это значит, что человек здравомыслящий не может не знать, что грехи может отпускать Или бесов изгонять, только посланник Божий Только Духом Святым это может совершаться И если хулится тот, кто изгоняет бесов, то значит хулится Дух Святой Но почему же не простится такому человеку хула на Духа Святого ни в всем веки, ни в будущем Господь ведь пришел и готов отпустить всякому человеку всякий грех Он готов это сделать, но только в одном случае, если сам человек кается в данном грехе Но в том-то все и дело, что человек, дошедший до дерзновения Или лучше сказать, до дерзости в себе хулить Духа Святого Закрывает себя для истинного покаяния Поскольку совершает смертный грех, он умирает для возможности покаяться Поэтому, соответственно, он не может быть прощен Господом Господь хочет это сделать, но человек не дает ему так поступить Дальше знакомы уже для нас слова по проповеди Иоанна Крестителя Или признайте дерево хорошему и плод его хорошим Или признайте дерево худым и плод его худым Ибо дерево познается по плоду По рождении ехиднины, как вы можете говорить, добрые, будучи злы Ибо от избытка сердце говорят уста Вот здесь вот мы видим в 34 стихе Господь повторяет обвинения Иоанна Крестителя в адрес религиозных вождей Он называет их порождение ехиднины Мы говорили о том, что ехидна это очень ядовитая змея Ее укус практически сразу наносит смертоносную рану человеку Но порождение ехиднины, то есть чада сатаны В данном случае вот в глазах уже Христа, очевидно, это фарисеи И мы говорили о том, что таковыми они называются именно по сродности своего духа Дьяволу Как дьявол, понимая прекрасно, что ему для спасения требуется покаяться перед Господом Не хочет и не может уже в силу устоявшиеся возле это сделать Точно так же и фарисеи, мнимые праведники Не хотели и не могли уже покаяться перед Господом Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе Злое человек из злого сокровища выносит злое Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди Дадут они в ответ в день суда Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься Но в данном случае здесь Христос призывает нас быть очень внимательными Очень ответственными за то, что мы не просто говорим, но, конечно, и делаем Потому что если за праздное слово, то есть ни к чему не обязывающее Человек даст серьезный ответ То что говорить, какой суд мы понесем за слова, которые несут в себе зло, агрессию, грех Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение И знамение не дастся ему, кроме знамени он и пророка Ибо как и он и был в очреве кита три дня и три ночи Так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи Неневитий на восстанут на суд с родом Сим осудит его Ибо они покаялись от проповеди Иониной И вот здесь больше Ионы Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой И вот здесь больше Соломона Ну вот эти слова Христа сказаны на просьбу фарисеев и книжников Увидеть знамение Конечно, надо сказать, что они хотели от Христа знамение с неба Для них было, казалось, на первый взгляд, наверное, неудовлетворительным Те знамения, которые Христос совершал в виде своих чудес Это исцеление людей, это изгнание бесов Но в данном случае Христос отказывает им, свидетельствуя По сути дела о том, что они искушают его Они прекрасно понимают, кто перед ними Но само по себе требование знамения с неба Это всегда требование, исходящее из гордых и похотливых начал Находящихся в человеке И поэтому Христос не случайно говорит фарисеям То, что они род лукавый и прелюбодейный И они поэтому ищут знамение Господь отказывается дать им знамение Потому что понимает, что оно не укрепит их вере Оно еще больше раззадоет их в ненависти своей ко Христу Но правда обещает, что знамение будет Знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка Конечно, по объяснению всех толкователей Практически здесь Христос имеет в виду свое славное воскресение Как Ионы был в очреве Китая три дня и три ночи Так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи Но сказав об этом знамении и о том Следующие слова о том, что и царица Савская или Южная И восстанет с родом Сим и осудит его Христос хочет засвидетельствовать фарисеям Вы хотите знамения великого и небесного? Оно будет вам Но убедитесь в том, когда я воскресну Что оно абсолютно не поможет вам принять меня как Мессии В общем-то, что и сбылось, когда воскрес Христос Мы знаем, что фарисеи, книжники подкупают стражу Обвиняют учеников в том, что они своровали тело Иисуса И казалось бы, величайшие знамения с неба Это и затмение солнца, и землетрясение Они абсолютно ничего не прибавляют К тому, чтобы фарисеи поверили в то, что Иисус есть Мессия Ну и дальше Христос показывает, наверное, уже на то Чем страдают фарисеи с духовной точки зрения Это вот слова Когда нечистый дух выйдет из человека То ходит по безводным местам, ища покоя не находит Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел И, приходя, находит его незанятым, выметенным и убранным Тогда идет и берет с собой семь духов других Злейших себя, и, войдя, живут там И бывает для человека того последнее хуже первого Так будет и с родом всем Но в данном случае эти слова, как полагает блаженный Филакт, о чем? О том, что когда иудеи вернулись из плена Можно уподобить чистые и убранные То в данном случае, конечно, их желание вести праведную, законоположенную жизнь Было похвальным Но поскольку они не восприняли самого главного Они восприняли только букву закона Но не восприняли дух закона Дух закона, который был пронизан, конечно, необходимостью в заповеди любить Бога То, естественно, падший дух взял семь злейших себя Вошли и вселились в народ израильский В лице именно фарисеев, религиозных вождей И вот это было действительно очень великая драма случилась с иудейским народом Которые не смогли распознать в Иисусе истинного Мессию И которые пошли на грех Бога убийства Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твоя стоят вне, желая говорить с тобою Он же сказал в ответ говорившему, кто матери моя и кто братья мои И указав рукою своей на учеников своих сказал Вот матери моя и братья мои Ибо кто будет исполнять волю отца моего небесного Тот мне брат и сестра и матерь В данном случае, конечно, мы понимаем, что Здесь Христос очень приточно выражается Он почитал свою мать и не мог не почитать Как исполняющий закон, как мессии, который пришел Закон не нарушить, но исполнить Но Христос практически все, что совершал Или все, что с ним совершалось Или пытались совершить люди Обращал, конечно, для того, чтобы научить человека спасению И вот эти очень важные слова Которые он произносит, указывая рукою свою на учеников своих То есть на тех, кто исполняет его святые заповеди Исполняет не только в мыслях Не только мечтая о том, что он исполнитель А на деле говорит Вот они и есть для меня и братья, и сестры, и матерь Пожалуй, вот последнее слово матерь самое главное Конечно, если мы вспомним апостола Павла Он говорит такие слова в послании Галатам Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос Здесь можно сказать о том, что для верующего человека Очень важно, чтобы в нас изобразился Христос Чтобы он стал в сердцевине нашей жизни Чтобы мы, исполняя заповеди Божии Понимали, что с нами Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok